Симоньян снова заговорила о задней. Они не дадут заднюю, просто так. Окупанты поняли, что вскоре им хана. Для фронта, конечно же, это тяжело, потому что площадь поражения большая, шансов выжить меньше. Аскобеева меняет методичку, призывает говорить в эфире правду. Я призываю вас еще раз уважительно относиться к нашей аудитории. Она многомиллионная, чтобы не складывалось впечатление по результатам того, что вы говорите, что вооруженные силы Российской Федерации надеются на все сдадутся и мы победим. Мы в какой-то момент на это уже надеялись. Это осторожно, зомбоящик. Меня зовут Анастасия Норицына. Почему у пропагандистов так морды скисли? Говорим далее. Вести на болотах в последнее время что-то не очень. Панику и истерию у фейкометов вызывают не только сообщения об успехах украинских воинов. Понравились им и новости о новом вооружении для Украины. К Вашингтоне решили окончательно превратить Украину в Камбоджу. Президент США Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов. Не бесплатно, конечно. Новый смертельный подарок дают в долг и то в качестве временной меры. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на администрацию Байдена пишет, что цель выиграть время. Мол, обычные боеприпасы для Украины заканчиваются. США сможет утолить голод ВСУ только к весне 2024 года. До тех пор Киев будет использовать кассетные боеприпасы. Напомню тем, кто не в курсе, что это такое. Это снаряды, бомбы, ракеты, а нестеты из контейнеров, раскрывающихся в воздухе и разбрасывающих до сотни малокалиберных бомб на большой территории. Десятки тысяч квадратных километров. Очевидно, Зе сделал еще один шаг, чтобы превратить то, что он почему-то считает своим, в пустыню. Окупантам не на шутку стало тревожно. Ведь эти снаряды очень эффективны против российской пехоты, легкой бронетехники, артиллерийских и минометных расчетов. И самое главное, могут накрывать целыми площадями. Для фронта, конечно же, это тяжело, потому что площадь поражения большая, шансов выжить меньше, чем под каким-то другим артиллерийским огнем. Кроме того, сами боеприпасы и сама оболочка, которая имеет возможность, то есть ракета или авиабомба, туда можно комбинировать, допустим, противопехотные суббоеприпасы, противотанковые, с каким-то, допустим, кумулятивным зарядом, также одновременно можно минировать, потому что там до сотни можно набивать в зависимости от размеров боеприпасов. Это очень опасная штука. Но нужно понимать, у нас они тоже есть. Мы еще пока не применяли их на фронте. Если противник рассчитывает на какой-то успех в применении этих боеприпасов, то как бы пусть не рассчитывает, потому что и мы начнем их применять. И может быть даже более активно. На самом деле, россияне неоднократно уже применяли кассетные боеприпасы против наших военных и даже гражданских. Но США никак не могли их нам передать из-за опасений того, что это вроде бы нарушит единство союзников. Ведь 123 государства подписали конвенцию о запрете использования и хранения кассетных боеприпасов. Однако ни США, ни Россия, ни Украина ее не поддержали, потому что считают это оружие эффективным. Киев будет получать все более дальнобойное и смертоносное оружие. Эту тенденцию не переломить. И при анализе перспектив, а также задач вооруженных сил России, специально военной операции, мы должны исходить именно из этого анализа. Сейчас вот уже практически начинаются поставки кассетных боеприпасов для вооруженных сил Украины. Их отличительная особенность – неизбирательность поражения. То есть один боеприпас может превратить в поле смерти площадь, равную примерно полю футбольного стадиона. Это означает, что выживших там не будет. Все будет уничтожено. Игорь Юрьевич, а почему мы сейчас обращаем на это внимание? Ну, так справедливости ради, мы тоже не подписали конвенцию о неприменении кассетных боеприпасов. Мы, Украина, Китай, Соединенные Штаты. Ну, мы-то не подписали, потому что американцы не подписали. Мы были готовы. Но Украина же активно применяет эти кассетные снаряды с самого начала конфликта. Причем не вот сейчас, в активную фазу войны, а с 2013 года эти точки У летят с кассетами. Ну, точки У – это советское военное наследство. Мы должны здраво оценивать ситуацию. Мы ситуацию не переломим. Такие боеприпасы нам нужны для контрнаступления. Основная цель – нанести максимальные потери российским оккупантам. Чтобы спасти больше жизней украинцев. Кроме того, по данным СМИ, Соединенные Штаты Америки приблизились к принятию решений о предоставлении Украине дальнобойных ракет от Акамс. А это значит, что скоро у россиян наступит черный день. Решение передачи Украине оперативно-тактических ракет от Акамс принято. Сейчас нужно лишь одобрение Байдена. Для начала поставок пишет Wall Street Journal. Новость, если честно, так себе. А ведь если пошли такие тезисы, значит ракета уже в пути или на территории Украины. Для понимания угрозы. МГМ-140 от Акамс – тактическая ракета с дальностью 300 километров. Масса боевой части 227 килограммов. Радиус поражения от Акамс на ваших экранах. Как видим, Крымский мост, весь Крым, Ростов-на-Дону, Воронеж, Белгород входят в зону поражения. Что касается дальнобойных ракет, попытавшись воспользоваться нестабильностью в нашей стране, они немедленно придумали, что стабилизация возможна лишь с поставкой дальнобойных Атакамс. Эта новость так взволновала боброедку Симоньян, что она снова вспомнила о задней. Видимо, специалист по этому делу. Сначала бронежилеты поставим, каски, огнетушители. А вдруг получится? Не получается. Ну, давайте тогда Хаймерс. Ага, тоже не получается. Ну, давайте тогда леопарды. Сейчас вот все вроде дали, контрнаступление. Не получается. Для них это не может не получиться. Они не дадут заднюю просто так. Я не устану это повторять. Они дадут заднюю только тогда, когда будет прямая, неизбежная. Есть в английском языке, Майкл, слово imminent. В английском это значит и прямая, и неизбежная. То есть это объединяет два этих слова, да? Imminent такая угроза нанесения им непоправимого и невыносимого ущерба. Поэтому сейчас, видя, как захлебывается контрнаступление, они что объявляют буквально в эти один-два дня? Что они уже будут поставлять, как они называются, Атакамс? Вот, 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 я ищу, да. Я ищу как раз именно это, да. Сегодня объявление, что они будут поставлять кассетные боеприпасы. Да, вот я нашел, да. Они уже тренируют летчиков на истребителях. И тут пропагандисты растерялись, потому что поняли, что своей ПВО они не укрепились. Ведь дальнобойные ракеты достанут в глубокий тыл. Мы должны понимать, что американские ракеты, в том числе знаменитый Атакамс, а может быть что-то и более серьезное, средней дальности, появятся в Сумах и в Харькове. А это смертельно опасно для России. Это очень точные ракеты. По ним работают только наши С-400, С-300В-4, Бук-М-3, ну и в какой-то степени С-300ПМ-2. То, чем мы работаем по «Хаймерсам», не функционирует. Более того, с чем связана поставка Атакамс? Значит, если мы смотрим линию фронта, то вот сейчас на расстоянии где-то до 80 км мы смогли прикрыть либо системами ПВО нашими, войска, склады, пункты управления, штабы. Там, где не можем прикрыть, мы отодвинули просто за эти 80 км, на которые бьет «Хаймерс». И таким образом, в общем-то, наши тылы практически закрыты. И вот поставка этих ракет Атакамс, она как раз и призвана решить эту проблему, ударить по тем тылам, в данном случае, ну, они не ближние, они уже дальние, но ударить именно в глубокий тыл и фактически нашу систему управления дезорганизовать. И логистику здесь, и штабы, и все. Здесь весь комплекс появляется. Мы, конечно, еще пока по этим ракетам не стреляли. Это высокоточные, эффективные средства поражения. Ракетные. Да, наша система ПВО может их осуществлять перехват, обнаружение, уничтожение. Но для этого надо насыщать прифронтовую полосу с соответствующими комплексами системы противовоздушной обороны. Потому что эта угроза реальная. Дальше пойдут другие смертоносные системы. Впереди поставки F-16. Все эти вещи необходимо проговаривать, продумывать. Российские пропагандисты уже не такие оптимисты. Понимают, что никаких красных линий у Кремля нет. Разве что коричневые. Одна из причин, почему администрация Байдена становится все более и более, скажем так, расширяет ассортимент поставок на Украину и чувствует себя все более и более, скажем так, уверенной в том, что они не чувствуют достаточно жесткий российский ответ. Поэтому вероятность того... Безнакаженность чувствует. Можно и так сказать. Вероятность того, опять же, к сожалению, вероятность того, что они и сейчас, им захочется протестировать в этом смысле Россию, весьма высока. И это их решение. Здесь надо понимать. А по Крыму начнут стрелять эта красная линия. И после этого мы сдаем вопрос. А эта красная линия насколько красная? То есть по какому пункту, допустим, и какому центру принятия решений будет нанесен удар? Вот Главное управление разведки мы поняли. Вы же знаете, что мы сейчас сначала наносим это туда, потом дня через два об этом сообщаем, а потом еще дней через пять показываем. Нет, несомненно. Если завтра что-то прилетит, не дай бог, не говорю же там даже про Симферополь, про Севастополь, а куда-то еще такая ракета, естественно, ответ какой-то последует. Но если вы спросите, какой ответ, я вам честно скажу, я не знаю. Кремлевские РТ осознали, шансов на победу у них нет. Но ведь Путин царь таки требует, поэтому на федеральном ТВ некоторые эксперты не прекращают фантазировать. Конечно, ни в коем случае я не тороплю, как говорится, нашу армию переходить в наступление, но условия созревают. И тут нужно, чтобы они не переспели. Потому что, видите, весь Запад, НАТО уже большие деньги планирует освоить на производстве техники вооружения боеприпасов. И нам перемалывать там очередную порцию этих вооружений ни к чему. Поэтому нужно действовать. Я думаю, левобережную Украину в ближайшее время нужно освобождать полностью. Я обращаю внимание еще на не один факт. Было обещано поставить в Украине 170 танков «Леопард-1». Значительная часть их появилась там. Но эти «Леопарды» на линии фронта не появляются. Причина простая, я тоже об этом говорил. Потому что бронестойкость этих танков ниже даже тем, чем они были у немецких танков на Курской дуге. Мы уже прекрасно понимаем, что появятся. Когда они появятся, еще раз говорю, бронестойкость хуже, чем у тигров. С ними будет то же самое, что с этим бронестойкостью. Дай бог, количество ужасает. И я призываю вас еще раз уважительно относиться к нашей аудитории. Она многомиллионная. Чтобы не складывалось впечатление по результатам того, что вы говорите, что вооруженные силы Российской Федерации надеются на то, что в ВСУ существует пятая колонна. Она сейчас отгонит всю западную технику. Западная техника не является качественной. Все сдадутся, и мы победим. Мы в какой-то момент на это уже надеялись. Это не так. Что было дальше, вы знаете сами. Поэтому давайте максимально трезво оценивать обстановку. И солдаты у них мотивированы. Это тоже надо понимать. Я вам скажу честно. Вот не пройдут они Казовский море. Ну вот просто, если раньше еще, ну все знаете, аккуратно там, я вам говорю, не пройду. Вот из того, что я вижу. Ну 100, 200 метров, 50 метров. Где-то двигаются. Но сейчас из пятихат как только вятки прилипают, бегут. Где-то двигаются, а где-то убегают. Это такая штука. Это сегодня они еще двигаются. А завтра они все побегут. Никуда не... В лучшем случае, я вот не буду там как бы там сильно предсказателем, но есть еще июль, максимум август. И дальше они перейдут в оборону. Алексей Александрович, ну вот очень хочется вам верить. Очень. Тем более, что вы здесь редко появляетесь, чаще на фронте. Но если, опять же, мы берем статистику Минобороны, 16 леопардов подбито. Но по данным открытым поставлено старых этих А-5 первых 100 и новых А-6 тоже 100. Наплевать. Вот просто наплевать. То есть еще много у них этих танков. Нет, это не... А у нас мало? Нет. Ну мы не идем. А для того, чтобы дойти, как мы ставим себе, до Львова, здесь нужно, конечно, у нас вот как ни крути. Вы правда говорите, продайте до Львова. Женя, да я вам, ну вот вы, я вам точно говорю. Уж пятихаткой пройдем сначала, а? Мне кажется, или россиян готовят к поражению? Хорошая методичка, но расслабляться рано. Сама по себе Фия не проиграет. Для этого требуются наши усилия. Это был Осторожно, Зомбоящик. Смотрите нас, подписывайтесь на этот канал, а также мой личный. Ставьте лайки и комментарии, чтобы больше людей уберегли себя от кремлевских фейков. До встречи. Что называется больше ада? Привет. Больше ада устроить российским гражданам и России в целом, обещает Владимир Путин, в данном случае ртом Оли Скобеевой. В этом ей, конечно же, равных нет. Ну, мы все, конечно же, сосредоточены на саммите в Вильнюсе, и этот саммит прекрасный саммит, хотя в России почему-то решили, раз Украину не приняли в НАТО, значит, все пропало, Путин победил. Ждут в НАТО и нашей капитуляции, вы не поверите. В итоговом коммунике отмечается, что Москва должна немедленно остановить спецоперацию, Москва должна полностью, без предварительных условий, вывести все свои силы с территории Украины. Также в заявлении указано, что НАТО никогда не признает присоединение к России новых регионов, в том числе Крыма. Ну, не знаю, лично для меня намного важнее и интереснее это список и номенклатура вооружений, которые будут переданы Украине. Это и ракеты «Скальп», это и F-16. Но, внимание, пока все смотрели в одну сторону, самое интересное было, где, правильно, в Мордоре, на болотах, там восстание рабов. Доброй ночи, мои любимые гладиаторы, любимые, родные, одна семья. Надо было собраться с мыслями, много событий произошло за крайние два дня. Вот, сейчас уже можно об этом уверенно сказать. Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности. Прибыл герой Антон Клямин, приступил к командованию армией. Вот, я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы. Это голос генерала-майора Ивана Попова. Он интересен чем? Что он, в отличие от генерала-лейтенанта Цокова, еще жив, но мы стали тут свидетелем того, что он позиционирует себя в российской армии как Спартак. Связи, ваш Спартак, мои гладиаторы, честь имею, всем крепко жму руку, всем ребятам от меня огромный привет. Конечно, каждый из вас может усомниться, а вдруг это страшное Цепсо. И этим чувакам на болотах надо сказать, что не Цепсо, а Ипсо. Но тут дело в другом. Дело в том, что эту звуковую дорожку выложил никто иной, как генерал-лейтенант, который все хотел уничтожить саммит НАТО, генерал-лейтенант Гурулев, которого мы помним своим желанием заготавливать дрова в Забайкалье, ну и, естественно, который все хочет уничтожить Великобританию. И раз он опубликовал эту видео на дорожку, говорит это о том, что восстание рабов так и началось. Почему восстание рабов? Ну, посмотрите или вспомните, кто такие гладиаторы. Это бойцы, которые воюют друг с другом или против диких животных для того, чтобы получить свободу. А почему? Потому что они рабы. И вот когда эти бои происходят, и одна из сторон повержена, воюют они, кстати, между собой, то император, он делает такой жест. Значит, или помиловать, или, соответственно, смерть. Я голосую вот так. Пишите в комментариях ваше решение в отношении этих гладиаторов. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Да, значит, после мятежа Пригожина это вторая ласточка. И в данном случае мы видим наезд на Шойгу и Герасимова со стороны людей, которые являются костяком командования российской армии. И они обвиняют Шойгу и Герасимова. Просто дух Пригожина ходит по кабинетам генерального штаба Российской Федерации. Ну, а потом туда придет Степан Андреевич, и они все умрут. Я с самого начала был с вами честен. Я с вами был откровенен. Я сократил все дистанции со всеми гладиаторами армии, от солдата и до маршала. Ну, в нашем случае до начальника штаба армии генерал-майора Медведева. Потому что одинаково мы гибнем, одинаково воюем, одинаково всем страшно, одинаково всем больно и тяжко. Не делал различий абсолютно никакого между вас. И был всегда честен. Максимально. Второе прочтение «Заботы о российских солдатах» оно, как и копия в данном случае Пригожина выглядит жалко, но говорит он именно об этом. И, внимание, вопрос. Что это такое? И ответ же он очевиден. Это раскол в российской армии. Раскол и те, кто смотрит чуть-чуть дальше, они, соответственно, прекрасно понимают о том, что скоро ЖДВ. Позорный ЖДВ. Позорный ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ. Кстати, насчет 58-й армии. Вот Гурулев слил эту дорожку, да? И он у нас известный патриот России, эталонный, сказочный нацист. Он же про эту армию совсем недавно вспоминал. Вспоминал публично. Вот ключевой момент. Сегодня надо до конца разобраться с контрнаступлением. Противный должен расходовать полностью все свои резервы. Несмотря на то, 25 танков, это не полный танковый батальон, который это что-то представляет. Причем Леопардов А1, который аналог нашего Т-62. Ну, чтобы понимали, о чем речь идет. Таким образом, генерал-лейтенант рассказывает российским солдатам, что они должны умереть, но бояться леопардов не надо. Мы тут взрослые люди и прекрасно знаем, что леопарды, они хороши, когда есть комплексность. То есть, леопарды без самолетов не настолько хороши, как леопарды, соответственно, с авиационной поддержкой. И об этом мы уже сегодня говорили. Вопрос здесь в другом. А как же это так? Вот все у них хорошо. У нас провальный саммит, они говорят. Провальное контрнаступление. А с контрнаступлением надо разобраться. Говорит патриот Раши. И добавляет. То, как сегодня происходит наша оборона, да, не без проблем. Да, тяжело. Да, войска уже измотались. Ну, представляете, вот примерно тоже 42-я дивизия, она уже больше месяца держит каждый день по несколько волн наступления. А что же это за 42-я дивизия? Южный военный округ. Ой, так это 58-я армия, которая, собственно говоря, устами бывшего командующего подняла восстание рабов. И вот это вот измоталось. Какой-то такой термин странный. Дивизия измоталась. Это значит, это значит следующее, что они умирают. Это значит, что аксиома российский оккупант на украинской земле долго не живет, работает. И поэтому они так синхронно все, ну, в данном случае обращаются к вышестоящему командованию, ну, или к недоцарю Владимиру Путину о том, что Кобзда. Украина, да, с потерями, да, ценой крови, но идет вперед. А россияне умирают. Вот этот героизм российского солдата ни с чем не сравним. Ротация, может быть, пока, может быть, не получается. Почему? Потому что те, кто сегодня в окопах, они обучены, они четко знают каждый свой маневр. Любая ротация, что приведет немножко к утере управления. А вот сегодня те, кто работают, они дают бесподобный результат, который мы сегодня видим. Поэтому здесь надо немножко подождать, все получится. Ну, командир на армии, соответственно, генерал-майор Иван Попов понял, что ждать уже некуда. Потому что если ты будешь дальше ждать, то ты останешься виноватым. А это же вот эти вот публичные высказывания топов российских из Минобороны, и в данном случае из тех, кто ведет с нами войну, как раз и говорит о том, что они не хотят быть крайними. Не хотят быть последними, кого скажут, а это ты виноват, это ты мудак, это ты плохой командир, который не считает жизни российских солдат. Ну, в принципе, их никто не считает, и тут уже вопросы к российским солдатам. но этот Попов просто бьет, бьет тревогу, а еще чуть-чуть, и все. ЖДВ. Первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому, честно вам говорю, вознила ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолонодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас. Своими именами? Ну, хорошо, что этот чувак подписан на мой YouTube-канал. Уверен, что вы тоже это сделали. Мы его, если он восстание рабов провалит, естественно, не помилуем. Но вот эти вот фразы, значит, они же, ну, это же что-то, вот новое издание Шойгу Герасимов, где боеприпасы и высшее командование, речь идет о генерале армии Герасимове. Это на него он крошит батон. Во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие сегодняшние в армии по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Погибшие друзья, что же это он такое говорит? Он клевещет на российскую фашистскую группировку, ведь Коношенков обычно в таких ситуациях говорит, что потерь нет, а министр обороны фашистской России вот буквально за месяц уничтожил 1238 танков. Честно говоря, ну, тут НАТО немножечко напрягается, могло бы и сильнее напрягаться, все союзники напрягаются. Но вот мне неизвестно, я ни разу не слышал, чтобы у нас были какие-то танковые баталии а-ля Вторая мировая война, там, битва под Прохоровкой или Дебритсенская операция. Да, танки участвуют в этой войне, но чтобы вот в таком количестве. И вот Попов как раз и говорит, что ай-я-яй. Кстати, удивительно, почему Женька Попов эту историю игнорирует. Думает, что нельзя выносить мусор из генеральской избы. Если ты не выносишь мусор из генеральской избы, ты выносишь мертвого генерала. Привет всем от генерала-лейтенанта Цокова. В прошлом замкомандующего Южного военного округа. Кстати, это самый высокопоставленный генерал, которого мы минуснули. Это отсутствие кодобатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовые гибели и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем. Высказал это на самом высоком уровне. Откровенно, предельно жесткое. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то. И стремительно за один день световой со Степоля приказ министра обороны выявили распоряжение и от меня избавились. Избавились от Спартака. Там он, кстати, ставил вопрос о ротации, о необходимости ротации, в том числе 42-й дивизии, ну и армии в целом. А вот эти вот темы о том, что у нас у Украины мощнейшая артиллерия, а у них нет средств противоартиллерийской борьбы. Ну, чуть-чуть и есть, не без этого. Не надо думать, что они тут хиленькие, и беспилотников у них становится больше. Все вообще на самом-то деле сложно. Но когда тут о гибели и увечьях говорят на таком уровне, это прикольно. Кстати, Гурлева уже начали немножко поклевывать, за то, что он генеральское вытянул из СБ. Но вытянул и вытянул. Вопрос же в том, что эти системные проблемы они давно в российской армии. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащего жена Силы Украины. Нас ударил с тыла наш старший начальник. Предательский и подло, обезлаев армию в самый тяжелый и напряженный момент. И это сделал генерал армии Герасимов. Зрада сказали бы у нас, а у них восстания рабов. Какие же они гадкие. Но вместе с тем я остаюсь на связи постоянно для всех солдат и сержантов, прапочек армии. Для всех абсолютно 24 на 7. Любые проблемы бытовые, семейные, тыловые, боевые, любые абсолютно проблемы. Мы продолжаем работу в группе. Я для вас заступен постоянно. Для меня честь стоять с вами в одном строю. горжусь, дорожу и буду делать все, что в моих силах и даже больше для того, чтобы вам легче воевалось и в живых осталось как можно больше наших боевых товарищей. как можно больше осталось живых. Что-то я смотрю, они там немного потеряли оптимизм в части происходящего. Совсем грустят просто грусть и слезы. Но тут вот вопрос. Значит, он говорит о том, что его сняли с командующего армии, но говорит, что обращайтесь ко мне и далее. И это называется поставить под сомнение авторитет нового командующего. А это что? Это восстание рабов. Восстание рабов Путина против... Нет, еще не Путина. Пока бояре виноваты. Ну, а у нас что? А у нас работает артиллерия. Интересно, кто же их так хорошо минуснул? Французские цезаря или шведские арчеры или трудяги М109 из штатов и других европейских стран. Может быть, крабы, может, панцерхаубиц, может быть, наши любимые Даны и Зюзаны из Словакии. Вариантов много. Кстати, было бы неплохо, чтобы такой эффект и шорох на российских позициях наводила и турецкая 155-мм гаубица Фертина. По-русски это гром. Практически гром или шторм. Практически как шторм шедов, но только запускается с земли, а не с воздуха. Главное это во имя тех, кто никогда уже не вернется с полей сражений. Во имя их памяти, во имя пролитой крови солдатской и офицерской на Запорожье мы обязаны с вами разгромить противника, отразить его наступление, создать условия для последующих действий и тем самым почтить память наших павших товарищей. Нет, никто никогда не говорил, что генерал-майор Попов не нацист. Ему, я так думаю, в принципе, все равно, сколько подчиненных он угробил. Вопрос тут в том, что придется за это отвечать. И вот поэтому мы тут видим, как вот эта вертикаль начинает осыпаться. Да, это еще не лавинное обрушение, но такая мозаика здесь выпала, здесь выпала. А это значит, что если наша артиллерия продолжит бомбить, бомбить бомбас, а, уничтожать российских оккупантов на украинской земле, они посыпятся. И это первые признаки. Еще раз, это бунт генерал-майора и об этом почему-то в рамках того, что на саммите у них все хорошо, ну, в смысле, у российских свинка-собачка триколор, говорят открыто в эфирах, что обрушатся они изнутри под давлением извне. Ф-16 торжественно объявляет Кулеба появятся в небе Украины в первом квартале 2024 года и мы обязательно победим. Оля тоже понемножечку разбирается в ситуации. Насчет Ф-16 они что-то там занервничали. Сережа Риббентроп, он же Лавров вообще выдал, что мы будем воспринимать передачу Украине Ф-16 как некий шаг к ядерной эскалации. Понимаете, когда на российские свинка-собачка-триколор тянутся к ядерной бомбе, это не о силе, это наоборот. И генерал-майор пока Иван Попков тоже об этом говорит. Рисовываться конкретные решения вот этого саммита НАТО надо иметь в виду, что здесь собраны президенты, то есть лица принимающие решения. И это очень серьезно. Но первое, что обращает на себя внимание, это то, что принято решение развернуть группировку 300 тысяч человек все-таки на наших границах. Понятно, что эта группировка будет сосредоточена частью на районе Финляндии, потому что там нужно будет решать задачи в случае конфликта взятия Корейского перешейка, что позволит отрезать в коммуникационном отношении от России Кольский полуостров. Это очень важный узел. Это же очередной нож в спину в музее Эрдогана ножи в спину Владимира Путина. Оказывается, пока мы слышим стоны из Запорожской области умирающих российских военнослужащих, на других театрах потенциальных боевых действий Россию отжимают со всех сторон. И вчерашнее видео этому было посвящено. Финляндия, Швеция уже в НАТО. Да, процесс фактически со Швецией тоже завершен. А дальше Украина. И Джозеф вообще выдал, что мы станем 32-м членом НАТО. Ну, не 32-м, а 33-м. Это будет корректнее, потому что шведов мы обгонять не будем, потому что они классные. Необходимо решать ключевую задачу как минимум нейтрализации российской авиации, завоевание информационного господства над театром военных действий и завоевание огневого превосходства над театром военных действий. Без этого любые поставки оружия и боетехники смысла не имеют никакого. А вот эта фраза товарища Севкова, он хоть и блаженный, мне нравится, значит, мы действительно ведем наступательные действия. И если у тебя что-то не получается, то что надо делать? Надо искать новые решения, ибо об этих новых решениях говорит Севков. Значит, что сделать с российской авиацией, чтобы она не носила удары по наступающим нашим войскам. Это касается не только самолетов, но и вертолетов армейской авиации. Понятно. И они об этом думают. И Севков об этом говорит. Убежден, что решение будет найдено. И в этом контексте надо обратить особое внимание на тот факт, о чем я всегда говорил, что основной фронт не там, не на Украине. Основной фронт здесь, внутри России. Поэтому я полагаю, что попытки дестабилизации политической ситуации внутри страны, попытки устранения президента от власти в той или иной форме в виде военного переворота или в попытках госпереворота или верхушечного какого-нибудь там царедворцового переворота, они будут предприниматься. Это классический вариант, когда эксперты и не одновременно. Почему он не потому, что он все понимает. Почему он и потому, что при этом он поддерживает это российское военное вторжение в Украину. Но слушайте, как же это так? Вот казалось бы Украину в НАТО не приняли, а в студии фашистского российского телеканала ВАН один говорят о смещении Путина. Заметьте, вот эти вот слова были сказаны буквально за несколько часов, как появился вот этот вот соплежуйский монолог генерала-майора Попова, который на связи. а он кстати на связи с теми кого мы минуснули или еще нет? Еще нет, но война не закончена. Они будут пытаться толкнуть какую-то часть российской элиты на эти действия. Это надо понимать очень хорошо. То есть вагнеровское выступление это только прелюдия. Это лишь отложенный сценарий. И в этой связи я еще раз хочу подчеркнуть, что в случае если не дай бог они на это решаться и у них что-то получится, то сейчас все ответственные силы политические вне зависимости от окраски, будь то монархисты, от монархистов до коммунистов, все должны консолидироваться, консолидироваться вокруг золотого ядра армии это фронтовиков и решить задачу в случае если ему получится сделать восстановление законности, это центральный вопрос. Потому что я человек военный, я рассчитываю на все сценарии действий. Заметьте, товарищ предлагает вокруг Путина, а вокруг золотого ядра армии, то есть фронтовиков, то есть этого же Попова, к примеру. А Попов консолидироваться не хочет, не путать Попова-Скобеева с бывшим командующим 58-й армии. То есть дребезжат. И вывод тут один. Нужно продолжать уничтожать российских оккупантов. И все дораст. А россиянам привет во-первых от Украины следующего после Швеции членов НАТО. Ну и пожелания здоровья. Ведь как мы все уже здесь убедились, россияне в Украине долго не живут. Российские оккупанты в Украине долго не живут. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, пишите ваше мнение. Украина была, е и буде. До побачення. украина. Украина